МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнаценко. Глядите у гэтым выпуску. Фундамент светлой будущине. Сегодня у подмурок будущей школы в Гомеле заклали освященные камняни. Заключение на основе докладных и объективных звездок. Следчик комитет завершил проверку по резонансным здаренью Гомеле. Переинавшать правила под свои потребы. Як мазыранка змагается с соседями и уладами на суперакусим законам. Рыбные заморы легче попередить, чем справляться с наступствами, чем люди могут допомогти насельникам водоемов зимой. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Деля поспяхового будовництва. Сегодня у фундамент будущей школы в Гомельском микрорайоне хутор заклали освященные камняни. У церемонии приняли в дело архиепископ Гомельский Жлобинский Степан и старшиня Гомельского обловыканка Магинац Соловей. Уладыка особистой освящен в камняни и разом с губернатором спустился в котлован, как заложить их у подмурок. Первый этап будовли завершается и духовенство спадяется, что у будущего храма ведау напереде только поспехи. Сегодня, начиная с школы, формируется и воспитание человека, и человек получает образование, которое он продолжит дальше учиться в светских образовательных системе и станет достойным гражданом нашего государства. Поэтому я лично благодарен государству, что государство заботится за будущее нашего поколения, за будущее нашей страны. И вот в таком большом микрорайоне строится новая прекрасная школа. Помоги Господи всем. Жихары микрорайона с нетерпением чекают, коли новая школа расчинит свои дверы. Тут проживая шмат молодых семья, будучая установа да поможа вырошить питание, куда отдать в учиться детям. Район очень большой, детей очень много. Много детей, семей, многодетных семей. Также детей, где подвоя деток. Вот поэтому очень-очень для нас это волнительно и очень-очень важно, потому что большое такое значимое мероприятие для жизни нашего микрорайона, для каждого жителя в целом. Новая школа будет различная на 845 наученцев. До инших тем. Во узбуджении криминальной справы – адмовить. Управление Следующего комитета по Гомельской области завершило проверку по факте смерти Александра Вихора. На 9-го жнивня, минулого года, молодой человек удельничал у несанкционованного митингу на Гомельской площади Ленина. При затримании он упирался. Супрацовники милиции были вымушены применить силу. После суда Александру призначили 10 суток у СИЗА. Однако фельдшер выявил у хлопца прикметы психичного расстройства. Его накировали в психиатричную больницу. Стан Александра резко пагоршился. 12-го жнивня он помер у реанимации. После 18 террозных экспертиз специалисты установили причина смерти Александра Вихора – обвострение хворобы сердца. На теле обнаружены следы от медицинских манипуляций. Непрямые переломы ребер, перелом грудины, образовавшиеся в результате проведения реанимационных мероприятий, непрямого массажа сердца, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружены. По выводам экспертной комиссии, развившийся Александр расстройство психической деятельности маскировало клинические проявления, имевшегося у него заболевания сердечно-сосудистой системы. В состав комиссии вошли наиболее квалифицированные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз и практикующие врачи в области кардиологии, психиатрии, наркологии и терапии, имеющие ученые степени и стаж работы от 10 до 46 лет. Не доверять выводам экспертов нет никаких оснований. В ходе проверки объективно и достоверно установлено, что к наступлению смерти Александра Вихора привели внезапно обострившиеся, имевшиеся у него заболевания сердечно-сосудистой системы. В связи с этим возбуждение уголовное дело по факту смерти Александра Вихора отказано, в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления. Информация об том, что супрацовники милиции били Александра дубинками обвергается виды и показаниями видоводжцев. Как они его задержали? Руками взяли или ногами? Видели вы? Руками? Руками. Руками взяли за что? Руками, за руки. И что с руками? Он начал вырываться. И потом они его стали заламывать, и уже приблизилось больше людей, и стали его пытаться как-то вот задержать, или как это сказать правильно. Все, что я видела своими глазами, то есть сейчас мы увидели, и я же не наговариваю ничего. Я же вам сразу даже не видела видео, говорила, какого-то супернасилия я не наблюдала. Что там дальше происходило, я не знаю, я не видела. На моих глазах никому не избивали насилия, никакого-то особо грубого не применяли. Поклеп на правоохоуников стал для Следующего комитета на годы к обдать правовую отзнаку выступлению Жихарки Гомеля. Значит, у нас есть, видишь, запись момента, фрагмента момента задержания. Предлагаю ее просмотреть. Возможно, что-то исполняется еще по этому поводу. Правильно ли я понял, что вы не уверены, что сотрудники правоохранительных органов били его резиновой палкой? Теперь я не уверена, да. Потому что, я говорю, во-первых, время прошло, и я не пыталась запомнить то, что там было конкретно. Ну, вы понимаете, что мне это совершенно не надо было. Незгодные и все тут. 40% от всех зворотов, что поступают у гомельские облыканкам от Жихару региона, оказываются необгрунтованными. Однако люди часом все равно и мкнутся вырошить проблему на свою корысть, на вату обыход закону. И протягивают шматомные переписки с уладами разных узровняв. Один из таких постоянных аутеров живе у Мазыры. Жанчина потребует сделать бесплатный ремонт у Кватеры, хотя права на это немае. По истечных причин мы не будем огучивать ее прозвища. Марина Северьянова с под обязанностями. Но Кватеры у нас так и не пустила, тому доведаться эту историю с первых вузов не отримается. А вот и подтверждение того, что гостям тут были докладно не рады. Будем еще пытаться. Безполезно. Ирония в том, что господиня Кватеры сама была инициатором того, как дает завитали журналисты. Гражданка города Мазыря вызвала областное телевидение для беседы обострить проблему, которая у нее существовала. Но, к сожалению, на контакт она не пошла. Зачастую граждане просят через районный исполнительный комитет обойти вопросы, которые касаются законодательства. А зараз коротко про проблемы мы с ранки. Жанчины живе у арендной Кватеры. По закону арендодавца робить ремонт ужилить только раз. Кали сдаёт кватеру наймальнику. Все остальное робится за кошт жильцов. А для местной выжихарцы такой закон не подобается. И она претендует на бесплатный ремонт у своей кватеры. За счет средств нанимателя выполняется текущий ремонт жилых помещений. Это побелка, покраска, оклейка стен обоями, замена стекол, замена окон, замена дверных блоков. Однако мазеранка этой околичности игнорует. Уперали куея потребования, упаклеить шпальеры, перестелить ламинат, установить новые вокны. Не глядяши на необґрунтованность пожадания, у мясовой улады вырешили допомогу пенсионерцам. Купили и привезли новые вокны. Аля Жанчина отмовилась от их установки. Опять-таки она не пустила сотрудников, мотивируя тем, что у нас неквалифицированные рабочие, поэтому кто изготавливал окна, те должны их и установить. На выходе с дома мы с устреляху жильцов испытались, как складываются их относины с суседкой. Оказалось, у многих в правом сенсии не кипело. Люди просить допомогу справиться с бесконцами, с каргами у свой бок. Яке нестом напишет пенсионерка. Жить невозможно в этом доме. У меня дочке уже 26 лет. Я с ней вою, наверное, 8 лет ей было. Ей мешают мои дети в связи с тем, что у меня дети здоровы, активны, играют между собой. Я мама в декрете, смотрю за детьми, все аккуратненько. Представьте, мне еще дочь не пошла в садик, вернее, в школу, а уже со школы пришли. Приходили, говорили, приходят, мы со школы. А говорю, интересно, мне никто в школу не ходит. А они говорят, ну тут поступила жалоба в отдел образования. Мне два раза со школы приходили. Мне постоянно приходят с садика, проверяют. За Виктору и иншие семьи с ГТГ дома заступаются мясцовые специалисты. По поводу соседей, неоднократно всеми службами выходили, проверяли, как РОВД, сотрудники РОВД, участковые милиции, сотрудники отдела образования. Ничто не подтверждается. Ни одной комиссии данные факты не подтвердились. С 2014 по 2019 год до наступления пенсийного взросла женщина стояла на улику якости беспрационной. Ни одна из пропонованных вакансий за этот час ей так и не зацикавила. Але Мазыранка активно корысталась усими мягчимыми льготами, яке могла пропоновать держава. Была оказана помощь в виде государственной адресной социальной помощи, как ежемесячные пособия, единовременные пособия, так же пособия по безработице, материальная помощь, как я сказал, более 6 тысяч рублей. За минулию году у Гомельский облакангам поступило больше 4,5 тысячи зворотов. Кожный третий вирушеный становучо. Есть обращения, которые составляют более 40%. Это обращения граждан, которые направляют нам постоянно свои письма, хотят решить вопрос даже вне закона, минуя закон. Их вопрос может решиться только в суде. Но почему-то они в суд не обращаются, да? Потому что там нужно платить пошлину, а вам можно писать бесконечно, ну и бесплатно, что немаловажно для них. Могу привести пример. К нам обращаются граждане, допустим, гражданин Гомельского района. Он нам пишет из года в год. Мы получаем от него электронные письма ежедневно. Но проводились уже проверки, комиссионные проверки и государственных вышестоящих, республиканских органов. Подтверждение, что решение было принято правильно нашими областными службами. И вопрос его может решиться в суде. Но однозначно он в суд не пойдет и продолжает ежедневно к нам обращаться. Вот это три папки от одного человека, да, который нам пишет постоянно. Часики, марнуются на бесконце и переписки с некоторыми же хорами Гомельшины, можно было бы потратить на допомогу тем, кто на самой справе мае уготым не только потребу, а и законные причины. Марина Северьянова, Сергей Камко, утель радиокомпания «Гомель» с Мазыра. Рота и норовирусы. По выниках лабораторных доследований у наученцев Гомельской школы номер 37, у которых на минулым тыдни выявили прикметы харчового отручвания, заразились кишечными инфекциями. С харчованием у школьной столовой погаршение самочувания детей не связано. Нагадаемо, мальтыдень тому трое учне у школы экстренно звернулись за допомогой до медиков. Диагноз – вострый гастроэнтерит. Два их наученцев шпитализовали в стане средней тяжкости, один школьник лячився амбулаторно. Потом еще у 15-ти в учню выявили прикметы кишечной инфекции. Комплексная проверка установила реальные причины недомогания детей. По результатам бактериологических, вирусологических исследований, как продуктов питания, так и воды в школьной столовой, все результаты были отрицательные. Поэтому можно сделать выводы, что ухудшение самочувствия детей не связано с питанием в школьной столовой. Хотелось бы обратить внимание наших телезрителей, что в настоящее время наступает сезон заболеваемости кишечными вирусами. Это такими, как рота, нора, вирусы. Поэтому особое внимание нужно обратить на соблюдение правил личной гигиены, потому что эти вирусы очень контагиозны и хорошо передаются контактным бытовым путем. Природоохолные службы Гомельской области проводят комплекс профилактических мероприемств, накерованные на продухеление заморных зияв на водоемах. По коль официйно значное снижение у зроуню кислороду зарегистровано только в Жлобинском районе. А лес за Великого снежного покрыва трапить на некоторые озера, чтобы взять пробу воды, просто немогчима. Наши корреспонденты доведались, как допомогти рыбе. Неколи на этом месте, когда везки Шкалова Гомельского района был будалничий карьер. После закончения гороспросовки на 18 гектарах утворилось озеро, которое в народе называют Чарнецким. Виновата на этом водоеме природоохолные структуры вырешили провести для арендаторов озер показальные профилактические мероприемства по продухелении гибели рыбы. Зараз таушение льоду около 30 сантиметров, что уже негативным чином отбивается на узровне кислороду в воде. При том, что по коль рыбы тут шмат. От обычной красноперки, золотой, красный, белый карась, карп зеркальный, толстолобик, амур, щука, окунь. Рыба вроде вся жива, здорова, но мы бы им помогаем в тяжелое время кислородного голодания выжить. Сегодня мониторингом ситуации на водоемах займается несколько службов. Комитет природных ресурсов, товариство полевнических и рыболовов, арендаторы рыболовных угодов и коммунальники на объектах, которые находятся в населенных пунктах. Иншая справа, что за великого снежного покрова трапец на некоторые водоемы на машинах нельга. В связи с этим экологи спадяются на допомогу рыбаков и просят поведомлять у природоохолной структуры об заморных зъявах. Основными показателями предзаморных явлений является выход насекомых к поверхности лунок, поверхности воды, а также сбор мальков вблизи лунок, вблизи майн. Это уже свидетельство о некоторых признаках заморных явлений. И, соответственно, получив такую информацию и подтвердив их лабораторными исследованиями, местные исполнительные и распределительные органы вправе принять соответствующее решение как по проведению мероприятий об заморах, так и по принятию решений с целью снятия нормы вылова. Вырытывать рыбу можно несколькими способами, которые демонструются подчас показальных профилактических мероприемств. Апробацию гэтые методы проходили не однойче и уже доказали свою эффективность. Сярод наибольшь распаусюдженных и доступных, особенно на озерах, включающие арендованные водоемы, аэрация воды, плюс очистка водоему от снега, створение полонок и их укрыть все теплоизоляционным материалом на кшталт соломы и камышу. Гэта дозволяя воде не замерзать больше протяглых час и таким чином насыщаться кислородом. Не допустить на обычных ситуациях захавать воду якосной, тем больше важно, что с надыходом теплых ден арендаторы и Белорусское товариство поляуничих и рыболовов почнуть зарыбление. За поздние два года на Гомельщине мясовая организационная структура товариства выпустила у водоемы 12 тонн рыбы. Все лета гэтая работа обовязково протягнется. В этом году мы планируем зарыбить тоже как минимум три водоема. В Гомельской области мы сейчас определяемся с водоемами фонда запаса и необходимая потребность там рыбы. Потому что для того, чтобы выпустить рыбу, это не просто привезли и выпустили. Это надо провести определенные мероприятия, провести документальное оформление этих мероприятий, сделать биологоэкономическое обоснование этого водоема для того, чтобы в первую очередь не нанести урон этому водоему. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, Телерадо, компания Гомель. Моцные морозы у Беларуси зменять резкая адлига. Прагнозуется, что литерально за сутки температура поветра повысится большим на 10 градусов. По прогнозах, размещенных на интернет-ресурсах 21 лютого, в нашем регионе будет каля нуля. Причему ночной неделю чекаются ясча морозы до минус 12 градусов. Нагадаем, гэтый прогноз различный автоматично, без контроля специалистов и может смениться. Пакуль же протягнутся холоды. У ближайшие сутки будет без западков до минус 15 в ночи и от 6 до 8 морозов в день. У четверг слубки термометра опустятся ясча ниже, минус 19 в ночи и каля 13 в день. Самой холодной будет ноч на пятницу до 23 морозов. Снегопада у нас в этом тыдне не чекается, невеликий снег махчимый вечером в субботу. Стогадовый юбилей сегодня отцветковала Жихарка Гомеля, ветеран Великой Айчинной войны Ганна Волкова. Ее детство супало с остановлением советской улады. Ганна Ивановна родилась у невеликой вёсцы у Калужской области. После раскулачивания ее семью отправили в Сибирь. У Татарскую она скончила школу и працевала на Чигунце. После начала Великой Айчинной войны ее муж Александр пайшел на фронт, а Ганна засталась працевать у тыля на оборонную промысловость. На счастье, ободва сдолили выжить. У пошуках левшего життя они переехали у Кемеровскую область працевать на вухольном разрезе. Выгадывали троих детей. После выхода на пенсию дети забрали батьков жить у Гомель, побачь с ними. Ганна Ивановна уже аудавела, однако мая великую семью – пять унуков и шесть правнуков. Наведывать яе так само не забывая молоти и представники громадских организаций. Надо жить так, как ты желаешь сам себе, чтобы долго жить, чтобы много работать. На рабочей, дома, везде, чтобы успевать. Вот это тогда человек будет долго помнится. Я очень довольна, что меня еще не забывали. В оброчистой обстановке Ганне Волковой сегодня уручили новый пашпорт термином дня у 25 годов. Это, а так само и другие новины. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете. По адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Крупнейший наркосиндикат выявили оперативники наркоконтроля Гомельской области. О том, что речь идет об организованной сети наркосбытчиков, стало известно еще в начале декабря прошлого года, когда сотрудники задержали 19-летнего гомельчанина, хранившего дома амфетамины и альфа-ПВП. Впоследствии при поддержке ОМОНа в течение двух месяцев оперативники наркоконтроля задержали свыше 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропа и гашиша. Все они работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. У группы дилеров изъято более 2,5 килограммов альфа-ПВП, 700 граммов мифедрона, 200 гашиша и 180 MDMA экстази и еще полкилограмма амфетамина. Этого бы хватило на 14 тысяч доз, общая стоимость которых в Даркнете составила бы около 230 тысяч долларов США. По материалам оперативников наркоконтроля, Следственным комитетом Республики Беларусь уже возбуждено 35 уголовных дел. Расследование продолжается. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности интернет-магазина. Хранила дома 1,5 килограмма некурительной табачной смеси. В Гомелях административной ответственности привлечена 48-летняя горожанка. В квартире у женщины оперативники наркоконтроля железнодорожного РОВД нашли насвай. В ходе осмотра жилища гражданке был обнаружен полимерный черный пакет с веществом зеленого цвета. Вес содержимого составил 1530 граммов. В отношении хозяйки насвая был составлен административный протокол. Суд назначил штраф в размере 20 базовых величин. Двух соучредителей Жлобинского подпольного покерного клуба приговорили к полутора годам колонии, денежному штрафу и компенсации за причиненный ущерб государству. Посетители заведения долгое время играли на деньги. В клубе проводились турниры с призовыми фондами и кеш-играми, хотя официального разрешения на этот вид деятельности хозяева не получали. В итоге мужчины стали фигурантами уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Клуб «Кадиллак» действовал пять лет. Его руководителем являлся 44-летний местный житель, а партнером – 38-летний земляк. За это время свыше 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей стали завсегдатами клуба. Конец его работе поставил звонок обиженного клиента на горячую линию Министерства по налогам и сборам. Мужчине не выдали чек при покупке фишек. Подозреваемые признаны виновными в предпринимательской деятельности, осуществляемые без специального разрешения, сопряженные с получением дохода в особо крупном размере. Мужчин приговорили к полутора годам колонии общего режима. В регионе продолжают регистрироваться пожары и гибель на них людей по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления. Так, накануне в деревне Геленж Лобинского района на пожаре в частном доме погибла пенсионерка. Спасатели вынесли пострадавшую на улицу и стали проводить реанимационные мероприятия. Но спасти женщину не удалось. Медики констатировали смерть. В результате возгорания повреждена стена на площади двух квадратных метров внутри деревянного жилого дома. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, на которых погиб один человек. Повреждены три строения. На оказание технической помощи спасатели выезжали восемь раз. Так, в Чонках на территории научно-практической базы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины произошел пожар в доме для временного проживания персонала. Уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина возгорания – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Победы «Газовика» и «Бумпрома» в первой лиге мужского волейбольного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. «Гомельский» «Газовик» разжился зачетными баллами, не прилагая усилий. Соперник Могилевский Цоркоммунальник не приехал в «Гомель» на игру, за что и получил техническое поражение. Волейболистам «Бумпрома» за очки пришлось сражаться с земляками из «Дюшор Энергия». В противостоянии двух гомельских дружин «Верх» взял опыт. «Бумпром» победил 3-0. В следующем туре «Дюшор Энергия» на выезде сыграет Цоркоммунальник. «Бумпром» дома с «Аршанским взлетом». «Газовик» 14-й тур пропустит, а в 15-м встретится с «Бумпромом». В группе «Б» высшей лиги женского чемпионата страны состоялась дуэль лидеров. «Надежда» принимала дубль «Мозырской жемчужины Полесья». Матч растянулся на максимальные пять сетов. На тайбреке сильнее оказались хозяйки паркета. Несмотря на поражение, мазырянки продолжают возглавлять таблицу группы «Б». «Надежда» на второй позиции. В Гродно состоялся пятый этап турнира «Детская лига Беларуси» по фехтованию на рапирах. Состязались юноши и девушки в трех возрастных группах. 15 лет и моложе, 13 лет и моложе и 11 лет и моложе. У воспитанников Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта три награды. Отличились девушки. В средней возрастной группе победу одержала Олеся Тотикова, а бронза у Марии Мазуровой. У старших девушек третье место заняла Ульяна Курилина. В Минске завершился первый тур республиканской спартакиады детско-юношеской спортивных школ по гонболу. Сильнейших выявляли девушки возрастом 14-15 лет. Всего девять команд из разных регионов страны, в том числе и сборная Гомельская из душер номер 10. Воспитанницы Елены Глушаковой по итогам пяти игровых дней показали лучшие результаты. Заняли первое место. В высшей риге хоккейного чемпионата Беларуси сыграны очередные поединки. Дубль Гомеля вновь проигрывает. На этот раз обидчик рысей Лида-2. На домашнем льду рыцари дважды взяли верх со счетом 17-2 и 8-1. Дубль жлобинского металлурга выжил максимум из своего вояжа в Брест. Соперник обыгран со счетом 6-3 и 15-2. В турнирной таблице жлобинчане на четвертом месте. Гомель-2 на последнем – 14-м. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.